Я уже много раз рекомендовал вам канал Павла Шестопалова. Там вы найдете разбор многих тем из математического анализа, линейной алгебры, теории относительности и даже теории узлов. Также спешу вам сообщить, что Павел создал специальные расширенные платные курсы, которые называются «От множеств к непрерывности» и «От дифференцирования к рядам Тейлора». Эти курсы будут полезны студентам-первокурсникам и старшеклассникам. Если вас заинтересовали эти курсы, ссылка в описании. Всем привет, меня зовут Макар Светлый. Знаете, я нормально отношусь к людям, которые не понимают теорию относительности. Более того, я отношусь к ним с большим пониманием, ведь эта теория далека от простых принципов, с которыми мы встречаемся в повседневной жизни. Чтобы понимать теорию относительности, нужно обладать прекрасным абстрактным мышлением и иметь серьезную математическую базу. Однако, я очень негативно отношусь к людям, которые думают, что они понимают теорию относительности и убеждены в ее неправильности. Причем аргументы, которые они приводят, чаще всего просто указывают на их некомпетентность в данном вопросе. Перефразируя классика, скажу, любители альтернативной физики что-то не поняли и принялись критиковать. В этом выпуске я разберу самый частый аргумент, построенный в виде провокационного бессмысленного вопроса, который приводит последователи альтернативной физики и, в частности, последователи лженаучного деятеля, лауреата премии ВРАЛ Виктора Катющика. Итак, вот этот вопрос. Что искривляется у пространства? Или также встречается, куда искривляется пространство? Как вы видите, такие вопросы можно частенько встретить у меня в комментариях. Да и у Катющика видео они тоже встречаются. Что мы имеем по факту? Современные теоретики не используют определения. Грубо говоря, они не могут дать систему определений, что искривляется, относительно чего искривляется, что такое искривление пространства. Это, кстати, достаточно нетривиальные вопросы, и их разбор будет полезен людям, которые хотят разобраться в теории относительности и не попадаться на уловки лженаучных деятелей. Итак, чтобы ответить на вопрос, что искривляется у пространства, для начала рассмотрим факт того, что свет в вакууме всегда двигается по прямой. А если точнее, свет в вакууме двигается по такому пути, который он бы смог преодолеть за кратчайшее время. Как вы понимаете, этим путем будет минимальное расстояние между двумя точками, то есть прямая. Этот принцип был открыт еще в 17 веке, выдающимся физиком и математиком Пьером Ферма, и на данный момент носит его имя. Тут пару слов нужно сказать о том, что речь идет именно о движении в вакууме. Если мы рассмотрим два слоя жидкости, пресную и соленую воду, которые имеют разную плотность, то свет, проходя через них, начинает искривляться. Это можно объяснить тем, что у соленой и пресной воды разные величины показателей преломления. Из-за этого факта мы можем проследить выполнение закона преломлений из геометрической оптики. Но на самом деле принцип Ферма справедлив и тут. Когда, например, из вакуума свет попадает в стекло, то свет в стекле двигается не по прямой, а по сложной траектории из прямых, которую задает расположение молекул и атомов стекла и принцип Ферма. А уже результирующая этого сложного пути воспринимается нами как обычная прямая, которая двигается под некоторым углом относительно света в вакууме. Почему свет в вакууме двигается именно по такому пути, по прямой? Это интересный вопрос. На самом деле это связано с так называемым принципом наименьшего действия, который говорит нам о том, что материя будет двигаться так, чтобы затратить на это минимальное количество энергии. Если говорить более точно, то тут придется вести речь о таком физико-математическом понятии, как действие. Но мы не будем углубляться в данную строгую математическую точность. С принципом наименьшего действия вы встречались довольно часто. Жидкость будет двигаться по такому пути, которое потребует от нее наименьший затрат энергии. Электрический ток по разветвленной электрической цепи пойдет таким же образом. Деталь даст речину именно в том месте, где самая слабая связь и так далее. Впервые сформулировал принцип наименьшего действия выдающийся физик и математик Уильям Гамильтон в 18 веке. Хотя перед этим было множество предпосылок, таких как рассмотренный ранее принцип фирма. Тут снова у вас возникнет вопрос. Почему так? Почему природа работает, опираясь на принцип наименьшего действия? Пока на этот вопрос нет ответа. Да, есть ряд гипотез. Но сейчас мы должны понимать, что принцип наименьшего действия, включающий огромное количество эффектов, является экспериментальным принципом, основанным на огромном пласте экспериментальных результатов и оформленной в математическом виде. Мы не знаем, почему именно так работает природа. Но то, что в рамках существующей науки для множества эффектов она работает именно так, мы точно знаем. Когда был сформулирован принцип наименьшего действия, то становление общей теории относительности было еще очень далеко. И самое удивительное в этой истории то, что теория относительности, как специальная, так и общая, была крайне далека от экспериментальных подтверждений в первый период ее образования. Однако давайте начнем разбор именно отсюда, с экспериментального подтверждения, ведь на данный момент их скопилось огромное количество. Об этом у меня на канале есть отдельное видео. Разберем классическое наблюдение, сделанное Эдингтоном и Дайсоном. Целью данного эксперимента было зафиксировать положение звезд на небе во время солнечного затмения, а после сравнить с положением звезд на ночном небе. В результате было получено изменение положения звезд, то есть при наличии солнца свет от звезд начинает изгибаться. Как это можно объяснить? Почему вдруг изгибается луч света в вакууме? Можно предположить, что имеет место некая оптическая иллюзия, однако Эдингтон учитывал сей факт и провел данное наблюдение, учитывая факт внешних оптических эффектов, так и погрешности, которые они вносят. Кроме того, в более современной статье более детально рассматривается этот вопрос и также подтверждается изгибание луча света в вакууме, которое никак не связано с оптической иллюзией. Кто-то предполагает, что всему виной электромагнитные поля, которые взаимодействуют с лучами света и поэтому их изгибают. На самом деле это утверждение неправильное, ведь фотоны не имеют заряда, а данный процесс не имеет никакого отношения к магнитооптическим эффектам, которые построены на совсем других принципах. Кто-то утверждает, что для описания искривления траектории луча света возле массивного тела вовсе не нужна теория относительности и можно обойтись вообще классической теорией гравитации. На самом деле это утверждение не лишено смысла. Еще в 1801 году была написана статья, где обсуждался подобный вопрос. Но величина, полученная в результате данной гипотезы, получается слишком малой и не соответствует этому экспериментальному результату, который получили Эддингтон и Дайсон. Следовательно, нас также не удовлетворяет данная гипотеза. И самый принципиальный момент. Есть такой аргумент, который очень часто используют последователи Катющика. Да, когда луч света в вакууме начинает искривляться возле массивного тела, например, Солнца, это то же самое, что и искривление на поверхности Земли, например, как свернуть за угол. Ну вот давайте, вот вы когда заходите за угол здания, вы меняете траекторию или искривляется пространство? Черт ее знает, не думал никогда об этом. А как вы считаете? Вот когда человек за угол здания заходит, он меняет свою траекторию. Никакое пространство при этом не погнулось. А вот если дура не может сосредоточиться, у нее гнется пространство за углом, то у нее пространство гнется и там, и за Солнцем. Это интересный аргумент, но давайте разберемся, что же тут не так. Когда человек поворачивает за угол, создаются определенные силы, которые влияют на его тело так, что минимальный из возможных путей оказывается таким, что он поворачивает. Аналогично с лучу со светом. Должны существовать силы, которые заставляют луч изгибаться. В нашем случае это силы гравитации. Однако, как выше сказано, если мы рассматриваем классическую механику, то искривление будет в два раза меньше, чем мы наблюдаем. Именно такая формулировка, связанная с поворотом за угол, аналогичная классической механике, тут несправедлива. Хотя у данного примера есть более глубокое противоречие. И чтобы его понять, нужно сначала понять, что такое пространство-время. Вообще о том, что пространство и время связаны между собой, и то, что время относительно, впервые в своих философских трактатах упоминает выдающийся математик Готфрид Лейбниц. Однако первые серьезные физико-математические труды об этом рассматриваются в работах Анри Понкаре и Германа Минковского. Однако это объединение появилось далеко не на пустом месте. Дело в том, что описание данного объединения появилось из классической электродинамики, а именно из преобразований Лоренца. Один из авторов этого преобразования, Хендрик Лоренц, испытывал затруднения при описании электромагнитных полей, используя формализм эфира. Большую роль в преодолении этих проблем приложил выдающийся физик и математик Анри Понкаре. Именно он начал пользоваться описанием трех пространственных и одного временного измерения. Эйнштейн же максимально развил эту идею и приложил преобразование Лоренца ко всем физическим явлениям и процессам, не только электромагнитным. Именно подобное описание позволило Эйнштейну выбросить эфир из теорий как ненужный параметр. И именно Герман Минковский резюмировал идеи, которые участвовали в описании преобразований Лоренца и сформулировал понятие пространства-времени. Вообще, более детально и подробно об этом я рассказывал в выпуске «Мифы о теории относительности». Ознакомьтесь, кому интересно. Возможно, у вас перед глазами застыл немый вопрос. А что это за преобразования Лоренца такие, что они дают, как выглядят? Вообще, преобразование Лоренца помогает совмещать описание физических явлений в разных системах отчета. Самыми известными следствиями этих преобразований является Лоренцево замедление времени и сокращение длины. Лоренцево замедление гласит, что при рассмотрении двух систем отчета, одна из которых находится в состоянии покоя, а другая движется относительно нее равномерно и прямолинейно, то в подвижной системе мы зафиксируем замедление времени относительно неподвижной системы. То есть, если мы стоим рядом с рельсами и возле нас будет проезжать поезд, то в нашей системе отчета время движется быстрее, чем в поезде. Например, мы стоим возле поезда 5 секунд, а в поезде пройдет чуть меньше времени на 34 умноженное на 10 в минус 16 степени секунд. Кстати, данное замедление времени было экспериментально зафиксировано в эксперименте Хаффили Киттинга. О нем я также рассказывал в выпуске об экспериментальном подтверждении теории относительности. Ну и Лоренцево сокращение длины. При рассмотрении двух систем отчета, одна из которых находится в состоянии покоя, а другая движется относительно ее прямолинейно и равномерно, то в подвижной системе мы зафиксируем уменьшение длины тела вдоль ее движения относительно неподвижной системы. Да, когда мы будем стоять рядом с поездом, мы зафиксируем, что его длина немного уменьшается на 3 умноженное на 10 в минус 13 степени метров. Как вы видите, зафиксировать это изменение очень проблематично. Именно поэтому эффекты теории относительности можно заметить при больших скоростях, лучше всего близких к скорости света, а также возле довольно массивных тел. Кстати, очень многие, когда говорят о пространстве времени и преобразовании Лоренса, рассматривают их с позиции того, что существует постулат о постоянстве скорости света. На самом деле это не совсем точно, и опять же, я говорил об этом в выпуске «Мифы о теории относительности». Постоянство скорости света в инерциальных системах отчета – это следствие свойств пространства, в котором оно находится. Именно поэтому так важно подробно понять свойства и основные характеристики этого пространства. Кстати, именно поэтому мы можем утверждать, что в любой инерциальной системе отчета скорость света в вакууме постоянно, и нам не надо каждую из них проверять. Обычную классическую механику мы можем рассматривать просто с помощью трех пространственных измерений, а теорию относительности – с помощью пространства-времени. Возможно, кто-то спросит, так наш мир действительно четырехмерный, с тремя пространственными измерениями и одневременным? Или это просто некоторая удобная математическая модель, которой удобно пользоваться, только и всего? Да и нет. Поймите, описание нашего физического пространства размерностями – это уже некий математический формализм, который помогает нам понимать законы природы. Ведь, как вы знаете, наше пространство можно описывать не только декартовыми системами отчета XYZ. Существуют и цилиндрические, и сферические координаты. Мы просто хотим описать пространство так, чтобы получить при этом максимально полезной информации. Иногда нам недостаточно просто описывать пространство. Иногда мы хотим, используя этот метод, рассмотреть и некие физические процессы. Так мы для описания распределения температуры по поверхности описываем это пространством из двух пространственных координат и одной координаты температуры. Также можно рассмотреть две пространственные координаты и одну координату скорости, например, жидкости, механического напряжения, давления и так далее. Также рассматриваются фазовые пространства. Это очень удобный инструмент физики. Однако, когда мы рассматриваем в теории относительности разнообразные процессы, которые очень удобно описывать с помощью пространства-времени, мы также касаемся глубоких и фундаментальных моментов, которыми может описываться природа в принципе, ведь речь идет о пространстве и времени. То есть при решении конкретных задач мы получили методы, которые позволяют более фундаментально понять нашу природу. Очень важным моментом в понимании процессов общей теории относительности является не только описание пространства-времени, но и то, каким образом оно изменяется и вообще, как описывается геометрия пространства-времени. Сейчас поясню. Когда мы рассматриваем классическую механику, то все процессы там происходят в евклидовом пространстве, то есть наше физическое пространство было описано когда-то геометрией Евклида, и этой геометрией пользуются в классической механике при решении различных задач. Но при описании теории относительности этой геометрией мы пользоваться не можем. Почему? Смотрите, свет в вакууме должен двигаться по такому пути, который он мог бы преодолеть за кратчайшее время. В геометрии Евклида это обязательно прямая, но возле массивного тела свет двигается по кривой. Значит, в данной геометрии этим кратчайшим расстоянием будет кривая. Грубо говоря, в геометрии, описывающей теорию относительности, эта кривая становится своеобразной прямой, ведь понятие «прямости» определяется именно пространством. Как вы понимаете, тут можно запутаться, где у нас прямая, где кривая. Поэтому нужно придумать точный термин, который разделяет прямую и кривую для любых видов пространств. И этот термин существует, а именно геодезическая линия. Геодезическая линия – это линия, являющаяся кратчайшим расстоянием между двумя точками в пространстве. В Евквитовом пространстве это привычная нам прямая, а вот в других пространствах это некая кривая, которая все равно будет кратчайшим расстоянием, потому что само пространство искривлено. Так что ответ на вопрос для некого условного неевклидого пространства, что искривляется у пространства, ответ таков – геодезические линии. Относительно чего искривляется? Относительно евклидого пространства. Когда мы описываем явление в теории относительности, то мы пользуемся не неким условным неевклидовым пространством, а пользуемся формализмом пространства-времени, которое, разумеется, тоже неевклидво, и в теории относительности должно искривляться уже само пространство-время. Поэтому, когда речь идет о теории относительности, то задавать вопрос, что искривляется у пространства, некорректно. Это попросту безграмотно. Правильнее спросить, что искривляется у пространства времени. И ответ тот же. Геодезические линии. И в качестве лирического отступления. Можно рассматривать пространство-время не как сущность, а отношение между событиями в теории относительности. Следовательно, ему не нужно быть ни во что помещенным. Событие происходит так, что при их анализе у нас в голове складывается удобная мысленная конструкция, которую мы и называем искривленное пространство-время. Кстати, помните пример с аналогией поворота за угол и искривлением луча света? Ну и почему это недопустимо? Так вот, в книге «Гравитация» под авторством Чарльза Мизнера, Кипа Торна и Джона Уиллера есть один замечательный пример. Мы выстреливаем из пистолета и пинаем мяч под углом горизонту. При рассмотрении этих процессов в вакууме мы получаем две траектории, которые очевидно имеют разные радиусы кривизны. Но что будет, если рассматривать эти процессы с точки зрения общей теории относительности? Окажется, что траектория мяча и пули в пространстве-времени имеют кривизну одного и того же порядка. Это еще раз подчеркивает невозможность аналогии между сворачиванием за угол и искривлением луча света. Теперь вы точно знаете, как правильно отвечать на этот провокационный вопрос, который, как вы поняли, и построен некорректно. А вами желаю счастья и пропорциональной массы. Спасибо всем тем, кто поддерживает мой канал на Патреоне. Если тоже хочешь поддержать меня, переходи по ссылке в описании. Это для меня очень важно. И да-да, до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok